Идею нам предложило наше главное управление соцзащиты. Предложили это как пилотный проект, попробовать настоятельное проживание инвалидов психонерологического профиля. Для меня это очень неожиданный формат, поскольку именно квартиры или дома сопровождаемого проживания – это в большинстве случаев проекты, которые так или иначе связаны с некоммерческим сектором. Отдельно стоящее здание на 12 человек. Эти 12 человек проживают в сопровождении социального работника. Себе могу сказать, что если рассматривать как технологию сопровождаемого проживания, то думаю, что она здесь реализована в полной степени. Люди, которые тут проживают, они самостоятельно готовят себе еду, самостоятельно за собой ухаживают. Покупаете прямо на целом неделе? Да. Да. Вы много список на нас оставляете? Да, список пишем. На целом неделе? Ну, допустим, сколько нам надо молока, сколько нам надо кефира, сколько нам надо снежка, все молочки, сколько крупы, сколько колбасы. Мы вот приходим на работу, и это у нас семья. У них очень хорошо в семье развита взаимовыручка. То есть вот если дежурный не справляется с каким-то там моментом, приходят на выручку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok